Привет! Как дела? Сегодня я расскажу, как я впервые поехала за границу из Англии. Это был 2012 год, второй год моего проживания в Лондоне, и на тот момент я уже работала в первой английской семье, с которой нам надо было как-то утрясать наши каникулы. Я уже была на каникулах, нас отпустили в университете достаточно рано, по-моему до 8 декабря мы учились, а семья отправлялась на Рождество куда-то тоже за границу в районе 25 чисел. И вот до того, когда они поедут, мне надо было успеть куда-нибудь съездить, иначе в другое время я уже не могла путешествовать, то есть мне приходилось договариваться с семьей. И конечно же заранее я забронировала себе поездку на Канары, на остров Гран-Канария с 14 по 21 декабря. Естественно, для этого мне нужно было получить шенгенскую визу, ведь виза в Великобритании не считается визой Евросоюза, поэтому в Евросоюз мне пришлось доставать другую визу. Об этом я тоже буду рассказывать, как гражданам России получить шенген, будучи резидентом в Великобритании. Там есть кое-какие условия, которые обязательно должны быть выполнены, иначе вам шенген не дадут. Это немножечко сложнее, чем получить шенген в России. Поэтому есть кое-какие нюансы, о них я буду рассказывать чуть позже. Итак, я не стала долго париться, забронировала целый пакет holidays на EasyJet веб-сайте, то есть самолет туда и обратно и отель, который тоже включался в этот пакет. Все это мне обошлось в 361 фунт, плюс я взяла с собой багаж, так как мне пришлось много вещей с собой брать, не знаешь, какая там погода и как придется обходиться в тех условиях, которые я забронировала. Поэтому я набрала много вещей, там несколько купальников, несколько платьев, футболки, шорты, ну и что-то тепленькое. И плюс трансфер, который меня заберет из аэропорта, отвезет в отель и обратно также в аэропорт, отвезет уже в конце моей поездки. И все вместе, весь мой тур обошелся мне в 410 фунтов. И это была достаточно дорогая цена, потому что под Рождество цены на курортах в Европе взлетают в разы. Но тем не менее я могла себе позволить, потому что я уже работала на тот момент и мне не надо было зарабатывать большие суммы денег, потому что курсы английского языка не стоили так дорого, как, допустим, университет. И я решила вот так вот отдохнуть. Забронировала себе отдельный номер one bedroom, который включал в себя как бы прихожую, зал вместе с кухней, self catering как это называется. То есть я готовила там сама, там была плита, холодильничек и какие-то даже тарелки, вилки, ложки, ножи. Все это было, можно было с собой не брать, но на всякий случай я, естественно, все это везла. В этой комнате можно было посидеть на диванчике, посмотреть телевизор и покушать. И плюс еще одна комната, где было две кровати и шкаф. Вот и все, в принципе, очень просто и легко. Был еще выход на террасу, такой небольшой балкончик, где можно было тоже покушать или просто отдохнуть, посмотреть на красивые виды города. Но тем не менее этот отель был очень далеко от пляжа. Там нам обещали автобус, по-моему, каждые полчаса или каждые 20 минут он ходит до пляжа. Я поехала на нем только один раз, а потом просто ходила пешком. Пешком маршрут мой составлял около 40-50 минут, но тем не менее для меня физическая нагрузка и ходьба – это мое любимое дело. Поэтому я решила нафиг ждать этот автобус. Он там на каждой остановке останавливается. Пока доедешь до пляжа, те же самые, ну там, может, за 20 минут доедешь. А лучше прогуляться 40 минут пешочком, тем более я люблю смотреть другие города и находить какие-то новые интересные уголочки. По поводу погоды. В декабре погода на Канарских островах, на острове Гран-Канария. Я не знаю про другие острова, я не буду говорить. Я была еще на двух других Канарских островах в другое время года. Об этом я тоже буду рассказывать, но чуть-чуть попозже. Но вот на Гран-Канарии погода, в принципе, должна была быть 20-25 градусов по Цельсию в декабре. Меня это устраивало, но мне повезло. И последние 3-4 дня температура держалась в районе 30-32 градусов. Так что, в принципе, поездка под Рождество получилась очень хорошей, солнечной, теплой. И я даже смогла подзагореть и покупаться в море. Конечно, надо знать кое-какие нюансы про отдых в декабре на Канарских островах. Там очень ветрено и 20-25 градусов ощущается, как все 16-18. То есть ты покупался, выходишь из воды и ложишься, там такие песчаные пляжи, практически пустыни. Ложишься просто на полотенчик, и тебя задувает со всех сторон. Так что ты лежишь и просто дрожишь. Там есть некие оазисы с деревьями, где, в принципе, ютятся все люди. И я об этом прознала на второй или третий день, когда мне уже надоело мерзнуть на ветру. Купаться-то я всегда хочу. Я обожаю купаться в море. Я приехала только ради моря. Бассейн в отеле для меня вообще не отдых. Бассейн можно найти и в своем городе. А море? Море, конечно, в декабре одно. Это Канарские острова. С пляжем мне не очень повезло. Я жила в городе Мас-Паламас. И наш пляж, который был как бы основным пляжем нашего отеля, оказался гейским. То есть я смотрю, передо мной лежат парочка девушек, целуются. Там где-то вдалеке мужчины друг с другом приходят, там за ручки держатся. Я такая, блин, куда я попала? Потом уже, ну, когда я стала узнавать местность, ходила в одну сторону, там, где маяк и как бы автобус-настация, ну, в общем, где жизнь кипит и где шоппинг, походила, посмотрела, какие-то указатели, кто что-то мне вроде как сказал, что есть английский пляж, нормальный, обычный такой городской пляж для англичан. Но он находится немножко дальше, чем тот, на который я ходила, и надо идти вот туда вот налево, мне указали, куда, и я пошла. Дошла до какого-то пляжа, где были абсолютно все голые. То есть я нашла нудистский пляж. Я не знала об этом, ну, я как бы мимо проходила. Там вообще люди в это время года в основном гуляют, мало кто купается, это только я одна закаленная и, ну, еще, может, пару человек. И там стояли все голые, загорали, что-то там между собой общались, кто-то с кем-то играл во что-то. Я так смотрю, нет, это пляж не для меня. Я такая в своем купальничке почапала дальше. Дошла до Плая де Инглес, это называется, пляж англичан, так и называется. Ну, там культурный, приличный пляж, стоят шезлонги с зонтиками. Такой семейный, я бы сказала, пляж. И я вот там вот тоже хорошо провела день, позагорала, покупалась, пофоткалась, поставила камеру на песок и автоматически там через какие-то там 10 секунд пощелкала себя в полете. И потом пошла домой уже через верх, через город, через горы. И оттуда тоже для меня открылись шикарные, интересные, красивые виды. Я вообще люблю по городам гулять, ну, так, куда уйду, туда уйду. Именно так я нахожу какие-то нетуристические маршруты и какие-то нетуристические достопримечательности, ну, или просто красивые виды. Я же в душе художник, мне надо красивые картинки, все это запечатлеть на автопарад и запомнить у себя вот здесь вот записать на корочку. Прогулялась, вернулась в отель, не знаю как, ну, как бы я знала, в какую сторону интуитивно идти. GPS у меня тогда, по-моему, не было, но примерно я знала, где находится мой отель и его я уже, как бы, видела издалека и шла в том направлении, дошла. По поводу еды, значит, я все покупала в супермаркетах. В основном это были какие-то мясные или сосиски, или колбаса что-то, а гарнир я привезла с собой. Вермишель, гречку и рис. Все это, ну, примерно там я знала на неделю, сколько я могу сготовить. И все это в основном и готовила, и ела. Пила чай, ну, и, может, какой-то там лимонадик или воду покупала. Я уже, если честно, не помню. Ну, так, чисто базовый такой набор овощей, фрукты и гарнир с мясом. Обычно всегда в таких поездках я один день закладываю на какую-то экскурсию. То есть, куда-то еду, или это оплачиваемая экскурсия, или это просто я выезжаю в какой-то другой город, иду на какое-то мероприятие, там, в зоопарк или дендрарь, или еще куда-то. То есть, я всегда стараюсь узнать страну, куда я попала еще с точки зрения, там, природы и каких-то достопримечательностей и так далее. То есть, не только отдыхать, но в основном, если я еду на море, это отдых на море, просто тупо лежать на море, загорать, купаться и отдыхать. И так вот, я в этот раз запланировала сама своим ходом поехать в город Пуэрто-Рико. Пуэрто-Рико – это такое красивое название, я помню, у Влада Сташевского была песня «Губы твои, чего-то там в крови, Пуэрто-Рико». И мне всегда нравилось вот это «Пуэрто-Рико», он еще так выговаривал, это «Ре». В общем, Влад Сташевский был когда-то моим музыкальным кумиром. И я поехала, по-моему, еще подруга Настя у меня там была как раз накануне, и посоветовала, порекомендовала съездить в Пуэрто-Рико. Боже мой, какая там была дорога! Автобус идет через скалы по обрывистой дороге, и внизу очень далеко ты видишь море, и думаешь, боже мой, если сейчас вот куда-то не туда поворот, и все, и ты просто сорвешься туда, в пучину. И там как-то так автобусы лавировали, мы ехали на автобусе, чисто такой городской автобус, я не помню, по-моему, 2,5 евро, что ли, я заплатила. И там написано «Солида», по-моему, остановка. В общем, по-испански-то я мало, вообще ничего не знаю, так вот узнавала язык испанский, еще вот на Канарах учила. Автобусы, как-то они, там, наверное, какие-то зеркала поставлены на скалах, что они видят, что там вот впереди едет навстречу автобус, но им не развернуться на этом повороте, и они друг друга пропускали. Боже мой, я когда-то туда доехала, я еще так нарядилась, там в белом платье, надо же было платье выкулить, я его накануне купила для того, чтобы поехать на Канарские острова. И такая «О, май гад!», наконец-то я приехала, пошла, погуляла по городу и на пляж. Пляж там, конечно, не очень, такая просто заводь, даже, я бы сказала, болото какое-то, то есть там нету волн, там нету чистого моря, там просто залив такой. Но там вот для семейного счастья, для семейного раздолья как раз-таки дети бултыхаются, там очень далеко в мелководье идет. В общем, пляж мне не понравился, я люблю купаться на глубине, я люблю плавать, я люблю волны. Вот, ну поэтому я немножко позагорала, покупалась и пошла гулять по городу, ну просто посмотреть, что вокруг, пофотографировать, как всегда. И уже под конец дня опять же-таки села в автобус и доехала до дома. В принципе, мне нравилось гулять по центру Мас-Паламаса, там, где находится маяк. Там очень красивая такая природа, пальмы, все утопает в каких-то розовых цветах. Я прямо нафоткалась там, походила, тоже сама себя поснимала. Когда едешь один, некому с тебя снимать. Иногда просто просишь людей, а иногда просто ставишь камеру на автоматическую съемку на 10 секунд и отходишь от нее в течение вот этих 10 секунд. Так вот я часто себя сама и фотографировала. Но, в принципе, одной мне путешествовать абсолютно не скучно. И даже иногда напряжно путешествовать с людьми, которых ты мало знаешь, потому что под каждого приходится подстраиваться. Поэтому я предпочитаю или только с семьей путешествовать, или одна. Ну или с друзьями, которых я очень хорошо знаю. И знаю, как, в принципе, с ними проходит вот такой вот курортный отдых. Если нас обоих устраивает, или там троих, если мы можем друг по другу подстроиться, то мы с удовольствием едем отдыхать вместе. Если нет, ну, значит, как-то просто или дальше общаемся, или вообще иногда расстаемся. После таких отдыхов часто бывает так, что ты узнаешь человека с другой стороны и прекращаешь полностью общение. Ну так вот, среди этой природы однажды в траве я заметила такую птичку, похожую на дрозда. С таким огромным длинным клювом. Я еще пофотографировала, смогла снимать. Он там что-то червячка оживал. Иногда так встречаешь каких-то экзотических животных, птиц, насекомых. И, ну, не знаю, мне нравится общаться с природой. Я люблю природу. Поэтому я всегда стараюсь замечать такие вот детальки. Так что, если кто-то желает отдохнуть на Канарах в декабре месяце, особенно сейчас, в Англии как раз-таки открыты только Канары, насколько я знаю. Welcome to Canaria Islands. Пока на этом все. Не прощаюсь с вами. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok